Субмарин под воду Роботы все же не игрушки Эти ученые, объединенные европейским исследовательским проектом, готовят революцию, прорыв в сфере глубоководных исследований Сегодня они проведут сложный эксперимент, который покажет, насколько надежны их технологии Экспериментальная платформа состоит из двух катамаранов и серии подводных роботов, оснащенных гидрофонами, компьютерами и гидрофонами Вы слышите звук тик-тик-тик, это электроимпульсы Спущенные в воду электроды находятся в 10 сантиметрах друг от друга Катамараны оснащены небольшими батареями на 2 киловольта Гидрофонный сигнал идет до самого дна, проникает на большую глубину, пласт за пластом А гидрофоны записывают все эти звуки Затем мы сводим эти данные воедино на компьютере И так получаем более широкое представление о том, что творится под морским дном на более глубоких уровнях По данным специалистов, на сегодня не изучены до 90% морского дна планеты Новые подводные отряды роботов могут помочь людям узнать о тайнах глубин больше Одна из наших главных задач построить как можно больше вот таких автономных умных конструкций Способных выполнять операции на глубине Каждый робот сегодня оборудован атомными часами, а еще год назад это было невозможно Так вот эти часы помогают машинам осуществлять столь совершенную подводную навигацию Теперь нам нужно научиться лучше их координировать в рамках команды Благодаря системе геолокации роботы знают свои координаты Мы хотим синхронизировать их усилия, чтобы в каждый конкретный момент каждая машина выполняла определенную задачу До сих пор изучение морских глубин требовало дорогой аппаратуры Базового судна, с которого спускали роботов, команды специалистов Автономные роботы-субмарины позволят снизить расходы на исследования Наши роботы-субмарины могут быть любой формой, исходя из стоящих перед нами задач Система сбора данных работает через антенны Спуск сразу большой группы роботов позволяет упростить механизмы приема и обработки сигналов Команды роботов-субмарин отмечают ученые незаменимы для картографирования морского дна Особенно в районах с сейсмической активностью В каких отраслях применима Ваша технология? Роботов можно использовать при проведении подводного строительства, например, это на первом этапе А в будущем они могут участвовать в поисках подводных месторождений, залежей нефти или газа Ученые также говорят о важности умных машин в поисково-спасательных операциях под водой Для рыболовецкой отрасли, мониторинга загрязняющих выбросов в море И даже для поиска археологического наследия, надежно скрытого водой и илом Редактор субтитров А.Семкин